привет дорогие друзья сегодня мы с вами будем делать такую картинку штамп мне понадобилась такая картинка для своих муж для одного из своего одностраничника вот я показываю вам пример если все устраивает если вы видите что вариант тоже вам подходит то сейчас мы с вами будем это делать я покажу как это сделать легко и просто и даже если вы впервые открыли программу adobe photoshop а именно в ней мы будем работать вот я ее открыл уже вы сможете это сделать повторяя шаг за шагом все все те все те действия которые я буду делать итак первое что нам нужно сделать это создать новый документ под мои нужды подходит размер 800 на 200 поэтому я буду сейчас его создавать итак переходим файл здесь мы видим создать либо control n я с я советую всегда пользоваться горячими клавиши то есть изначально даже если это первоначально покажется неудобно control n создаем новый документ здесь у меня уже параметры выставлены вы выставляете под свои нужды то есть у меня 800 высота 200 все здесь остальное я не меняю цвет содержимое фона белый и оставлю нажимаю ок и уже создается новый документ здесь я на всякий случай кликаю по замочку два раза если у вас замочек стоит нажимаю ок чтобы разблокировать слой и здесь уже смотрите у меня уже в выбранный цвет вы выбираете цвет под свои нужды под например более реалистично это будет синий цвет допустим может быть может у вас штамп будет красным цветом я не знаю выбирать цвет который вам будет угодно нажимаю ок и выбираю инструмент текст нам нужно сейчас написать с вами текст выбираю либо на панели инструмента вот видим клавиша т либо горячая клавиша т выбираем кликаем по документу и здесь мы уже пишем нужный нам текст я пишу бесплатная пошаговая руководство так когда мы отводим курсор видим появляются такие стрелочки в разные стороны и мы можем перемещать нас текстом но нам сейчас его нужно увеличить давайте я вам еще покажу некоторые моменты как отрегулировать можно текст то есть у меня уже отрегулированы здесь видим здесь расстояние между буквами я увеличивал для того чтобы увеличить если вам это понадобится то мы выделяем этот текст кстати вот когда мы выделили мы можем сразу же изменить шрифт то есть выбрать какой-нибудь другой например шрифта какой будет угодно это можно сделать еще и следующим образом сейчас покажу выбирать например у меня сейчас ареал black стоит да вот здесь жирный полужирный ставится курсив то мы можем просто кликнуть на название шрифта ареал и колесиком вращать у нас будет шрифт меняться и мы уже выбираем который нам подходит да вот я оставлю ареал black такой я оставлю меня это устраивает и а смотрите теперь чтобы увеличить расстояние между буквами мы можем это сделать следующим образом прийти в параметры текста и здесь вот мы видим у меня 60 стоит мы можем это отрегулировать видим что регулируется да я оставлю 60 меня это устраивать нажимаю ок то есть все на под мои параметры это подходит далее я выбираю инструмент перемещения и здесь я уже регулирую шрифт делаю его естественно побольше немножко я сделаю вот так потяну за маркеры вверх-вниз выставлю где примерно вот так посередине да и сейчас нам нужно будет сделать обводку обводку так мы можем также чтобы поточнее если нужно то стрелками регулировать вправо влево влево вниз нажимаем enter применяем наши изменения сейчас мы будем делать вами обводку чтобы сделать обводку делаем следующее переходим на панель инструментов либо горячая клавиша у и здесь выбираем инструмент со скругленными углами если у вас стоит сейчас вот прямоугольник примеру да вы переходите на этот инструмент кликайте правой кнопкой мыши либо удерживаете левую вас открывается уже панелька такая здесь вы выбираете инструмент со скругленными углами здесь где заливка у вас у вас может быть какая-то заливка быть сейчас вы Вы выбираете вот такое перечеркнутое окошко, то есть нам заливка не нужна, нам нужна обводка. И здесь вот где штрих, здесь у вас уже по идее должен быть цвет быть. Если у вас какой-то другой цвет, значит выставляете тот цвет, который вы применили для текста. Далее, здесь вы можете уже регулировать размер. У меня стоит 1189, нормально. Для моих нужд. Вы можете здесь увеличивать, уменьшать. И далее мы просто, смотрите, мы просто зажимаем левую кнопку мыши и тянем. Да, еще вверху, друзья мои, давайте Ctrl-Z, кстати, можно отменить последнее действие. Ctrl-Alt-Z можно отменить до 20 последних действий. Смотрите, здесь, чтобы выставить еще радиус нашей обводки, то есть мне нужно 20, например, да, я здесь пишу, просто выделил, написал 20. То есть подбирайте. Так, 20 я написал. То есть для моих нужд это устраивает меня, да. И затем мы просто берем и зажимаем левую кнопку мыши. Так, левую кнопку мыши и тянем в нужном нам направлении, выбираем размер. То есть, ну, размер мы можем, в принципе, потом подрегулировать. Например, давайте сделаем вот такого размера. Выберем инструмент перемещения и давайте немножко подровняем. Можем это сделать стрелочками. Так, вот так, я думаю, будет нормально. Нажимаю Enter, применяю. Дальше, что мы с вами сделаем дальше? Теперь, чтобы... Так, видите, получается обводка у нас получилась другого цвета. Ладно, хорошо, мы не будем отменять действия. Мы просто сейчас наложим цвет, нужный нам цвет. Давайте это сделаем следующим образом. Кликнем два раза на нашем слое. И здесь выберем наложение цвета. Наложение цвета и уже мы выберем, вот здесь сюда идем. И здесь мы уже выберем. Видите, появляется такая пипетка. Мы уже кликаем по нашему цвету. И у нас накладывается цвет, нужный нам. Нажимаем ОК, нажимаем ОК. Это один из способов. Можно, в принципе, Ctrl-Alt-Z отменить. Последние действия и уже выбрать цвет, который необходим. Итак, далее, что мы делаем далее? Далее мы объединяем наши слои с текстом и слой с прямоугольником, с обводкой. Для этого мы... Ну, мы сейчас у нас выделенный слой с прямоугольником. Мы, зажимая Ctrl, выделяем еще и текст. И кликаем правой кнопкой мыши. Мы выбираем... Так, где у нас? Так, так, так. По-моему, нам надо сначала... Так, по-моему, нам надо сначала, друзья мои, перейти на этот слой. Кликнуть правой кнопкой мыши. И растрировать слой. Растрируем слой. И здесь уже выделяем с Ctrl-Alt два слоя, необходимых нам. Мы их объединим в один. Нажимаем... Так. Объединим в один. Мы... Смотрите. Опять же. Растрировать нам надо и текст, получается. Растрируем текст. И теперь уже выделяем два нужных нам слоя. И мы... Теперь уже, видите, объединить слои. Объединяем слои. Два слоя. Далее. Смотрите, что мы делаем дальше. Выделяем. Ctrl-A. Нажимаем Ctrl-A. Выделяется все у нас. Выделяется абсолютно, что есть в нашем документе. Нам нужно сейчас что? Нам нужно сейчас сделать... То есть объединить... И белый фон, и наш... Давайте я, чтобы проще это было пояснить. Ctrl-D сниму выделение. Вот смотрите. Если я отключу сейчас белый цвет, а нам именно надо вот такое на прозрачном фоне. Нам нужна картинка. Но, чтобы применить определенный фильтр, нам нужно сначала объединить вот эти слои. Объединить эти слои, чтобы было два фона. Потому что некоторые фильтры не работают с одним цветом, скажем так. И для этого мы... Смотрите. Запоминайте и делайте. Ctrl-A. Выделяем все. Теперь, смотрите. Не просто копируем Ctrl-C, если кто знает. А Ctrl-Shift-C. Копируем. И Ctrl-V. Мы нажимаем Ctrl, затем V вставляем. И получается, смотрите, что у нас получается. У нас вот получается, если мы верхний отключим, у нас есть и такой слой на прозрачном фоне, и у нас есть вот такой слой объединенный. Да, вот именно к нему мы сейчас будем применять фильтр. Становимся на него. Идем в фильтры. Здесь я захожу в галерею фильтров. И здесь выбираю аэрограф. Здесь у меня уже параметры, в принципе, настроены. Вы можете здесь поднастроить параметры. Сделать, скажем, немножко больше. Меньше, больше. И так далее. Видите, такое искажение получается. Можно это сделать инструментом разбрызгивания. Ну, я вот делаю аэрографом. Потом можем еще подправить кистью. Я покажу, как это делать. Радиус разбрызгивания здесь выставляем. Ну, давайте сделаем вот примерно так. Как я уже сказал, вы можете сами здесь отрегулировать, посмотреть, как будет выглядеть. Так, давайте вот сделаем так. Нажимаем ОК. Применяется наша деформация, аэрограф. И мы делаем следующее. Так, включаем слой. Так, и мы делаем следующее. Выбираем инструмент выделения, волшебная палочка. Вот можно ее здесь выбрать. Как мы внизу выбирали прямоугольник со скругленными углами. Либо правой, либо левую, удерживая инструмент волшебная палочка. Выделяем здесь. Выставляем допуск 1. И здесь убираем. Если у вас стоит здесь галочка, смежные пиксели, мы убираем. Просто кликаем на, вот стоя на этом слое, мы кликаем. Выделяется, происходит такое выделение белого цвета. То есть белый цвет нам нужно сейчас убрать, скажем так. Мы выделили. Теперь переходим уже на вот этот слой. Выделяем его. И здесь просто нажимаем клавишу удалить. То есть Delete. Но у меня Backspace. Я удаляю. Теперь снимаю. Ctrl D снимаю выделение. Отключаю верхний слой. Отключаю. Давайте отключу белый цвет. Мы видим, что произошло удаление. То есть давайте я приближу. Ctrl плюс, кстати, можно приблизить. Да. Ну вот произошло. Что произошло? Мы видим, короче говоря. Чтобы добавить каких-то элементов, удалить какие-то точек еще наставить вот здесь. Мы можем сделать следующее. Мы можем перейти в инструмент Ластик. И здесь выбрать. Вот смотрите. Переходим в инструмент Ластик. Горячая клавиша E. И здесь переходим. Выбираем кисть. Вы можете здесь подобрать, какая кисть вам подходит. Ну вот я выберу вот эту кисть. И мы можем здесь просто кистью, вот видим, появляются, мы удаляем некоторые, да. Можем вот так вот кистью поставить кое-где там. Мы можем ее, кстати, увеличить эту кисть. Либо это можно сделать вот здесь. Размер увеличить, да. Вот, ну это будет слишком большая, да. Ну то есть здесь вы подбираете, кисточку подбираете, которая вам подойдет, да. Ну вот можно так, нет. Ctrl Z это слишком, да. Выбираем вот ту я выбрал, которую выбирал. Вот эту, кажется, да. И здесь уже можем кистью вот этой подрихтовать, да. Что-то вот здесь там поудалять. Более реалистично, скажем так, чтобы это было вот здесь. То есть принцип вы поняли. Ctrl минус отдаляем. И уже с отключенными слоями, вот эти слои, то есть нам не нужны. Нам не нужен белый цвет. Это и нам не нужно, вот это, что мы, тот слой, который мы объединяли с белым цветом, тоже нам не нужен. То есть эти слои отключаем, можем даже удалить. Вот, это делается вот таким образом. Перетаскиваем в корзину, либо нажимаем на слое правой кнопкой мыши, удалить слой. Так, и остается вот наш слой. Мы его просто сохраняем. Печать наша, по сути, готова. Чтобы сохранить, мы переходим в файл, сохранить как, и здесь уже мы сохраняем в удобный нам формат. Ну, здесь, в данном случае, на прозрачном фоне в формате PNG сохраняются, да. Здесь называйте, как вам угодно, нажимаете сохранить и сохраняете уже в удобное для вас место. Либо это можно сделать Ctrl-Shift-C, S, да. Также открывается сохранение. Здесь вы уже выбираете, в каком формате. Ну, как я сказал, на прозрачном фоне формат PNG работает, да. Вот. То есть, друзья мои, вот так делается штамп. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»